Так, здарова всем, начинаю стрим. Как и обещал, группа Вирдоса. 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 Так, сейчас пара расписания. Посмотрю, кто у нас. Как и обещал, группа Вирдоса. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сервер овердоса этот ping здесь лучше он говорит такой вернулся точнее понял все вердос тут я тут все отлично а Ну всё, наконец-то всё тут началось. Надежка 20 секунд, да. Выбора здесь особого нет. Вообще североамериканский, но раз увердался, пинг лучше на Корее. Конечно, лучше на Корее сыграть, но у Солвермонента тоже лучше, как его на Корее. Вот что лучше играть самому с нормальным пингом, чем рассчитывать на хреновый пинг оппонента. Это очевидно, да, как бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, Вердос решил зафатонить, Солор решил просто вывести в тех рабочих. Ну, Вердос скриво фатонит, почему? Потому что, пляха-муха, но ты запили фатонку и пил он так, чтобы её не окружить было. Вердос же пилит фатонки открыто и всех Солор просто сгрызгэгэ. Ну, Вердос. Ну, нелепый. Да уж. Ну, тут-то хоть можно было из фатонечка чуть-чуть подготовить фатонкушину. То, что вы видите фатонкушину. Хорошо. Ну, давай. Солор. Хорошо. 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 Пока. Хорошо. Так, поехали. Я надеюсь, не все игры Вердос так играть будут. Так, поехали. Так, пилю рекламу после этой игры. Я не думаю, что это можно назвать элегантным билдом, что сейчас произошло в предыдущей игре. Ну, у нас вторая игра Вердос против... Против Солора. И я не думаю, что на вот этой карте, где просто ставят золото, лучшая идея, грамотная идея, ставить пилон в стенку. Потому что у Эргов очень большое желание бейлинг-баснуть, это все идет. Я наверняка думаю... Здесь пилон. Гейт. И сюда просто кибернету ставишь, между ними проход. Ну что, вторая карта Солор Вердос. Вот раз не потонет Вердос. Интересно, он рабочих просто переведет или телепартнет как-то? Или он будет по одному подстраивать? То есть, просто не переводят рабочих Вердос. Я не знаю, это какая-то странная тема. Ну вот, почему... Вот если ты ставишь золото, переведи сразу побольше сюда. То есть, смотрите, прикол в чем. У тебя здесь 16, и все они по одному едут сюда как бы просто. Берешь сразу пачку, переводишь сюда. Штучек 8. Они начинают добывать, здесь место высвободил, с точку сгуру сюда поставил. Опять до 16 догнал, везде выгодно. И здесь сразу добыча началась. И рабочим не надо потом по одному ехать через все это. Ну, хотя какая разница по одному им ехать или в большом количестве. Но разница будет в том, что здесь добыча быстрее начнется. А здесь они сразу будут выходить на минералы. Дроп от Солоролингов идет. А защищать-то тут нечем. Адепт 3 стоит, а здесь всего один. Куропки пытаются уйти. А что один адепт должен вообще сделать здесь? На парочку хотя бы. Прогоняет Солор Авердоса. Овера сбил. А здесь Роучи пришли, ребят. Я даже Роуч Ворон не заметил. Вега и Свердос. Да, что-то печально, конечно, какая-то раскладина. Ну, вот, если ты хочешь выиграть, как бы, где-нибудь, чего-нибудь, то лучше так не играть. Как мне кажется. Свердос сразу мне написал, типа, первый матч 0-2. То есть, он его и играть не собирался. А смысл-то какой вообще? Так, теперь надо выходить, короче. Опять, ребята, блин. Версии разные на Корее Америки. Менять версию, блин. Идти на Америку теперь надо. Да какая версия, говно ты, блин, тупое. Давай обновляй. Как меня бесит ему, неужели нельзя? Ну, хотя, просто, на каждом сервере патч выпускают так, а там ночь, типа. Чтобы проще было. Че он хочет от меня, я не понимаю. Ничего тебе, на Америку не попасть, че ли? Ооо. Ооо. Продолжение следует... Ну всё, слава Богу, зашёл я сюда. А я не знаю, 3DB где вообще у нас играют, посмотрим. Да, играют они сейчас 3DB. У Лерди дальше кто-то будет там, кто у него будет. Соул поляк у него будет дальше. На Европе, наверное, они будут играть, я так понимаю. У Лерди дальше. Я обкикнул бы Вердоса нахрен с Турика. Группа теперь Вердоса не очень. То есть то, что он играет как говно 2 игры, даже играть не собирается, сливает за 5 минут 2 игры, это нормально. А группа тут виновата, Кайло, ну ладно. Ну ладно, давайте ждём дальше, короче, что тут будет. Вердоса нахрен с Турика. 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 Ну вы сами все видите вообще Опять нытье Короче от вердоса пошло Это зачем он в Старкрафт играет Что он вообще делает Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Ну что давайте посмотрим 3db с гумичем Как сыграют сейчас Вопрос открытый пока что Какой счет я не знаю Так Думаешь да похуй снизу ставят Интересный момент такой Так могу вам скинуть Расписание Как сегодня играться будет вообще Так Что значит игры Стрэнджи будут Это игры Стрэнджи вчера были Это игры Стрэнджи вчера были Стрэнджи Так Так Здесь гумичу тою Расловил Как-то прям на муве Я смотрю Убьет Да конечно же убьет Стрэнджи 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 Ну уже чтоб кладки Лишь не закрыть Уже сразу нафиг Картинки нет Ладно потом скачаю картинку Ребят давайте смотреть Что здесь происходит Ух 3db здесь какой-то Фатпуш идёт В стиле влая Кстати 4 роу Что он делает Что он делает Ну что Здесь что-то Рала Джер с роучем подставляют Гумик наверх зашел Где что-то рейлоджеры с роучем поставляют И все убил Гелеонами что ли? Удает Не 3дб убил выход, грубо говоря Здесь, но Дальше то что там, циклоны И куда он пошел на этих циклонах Я даже не понимаю Надо реведжеру уходить Но эти то быстрее ползают, чем реведжер Поэтому минус реведжер будет Похоже сейчас Это не очень приятный момент такой У нас гуме хусолр здесь Матч может, ну не может быть Он будет стопудово Я думаю имеет смысл его посмотреть Даже куконы С 5 брони пробивают Циклоны из-за чего они пробивают Из-за чего они скорость атаки невероятная То есть даже если бы Если бы Брони было больше Они бы на поединичке урона Наносили бы Дайте гумич контролер Просто дикий Просрал здесь кэш-циклона в итоге все-таки Но один-то продолжает биться все еще Секлончик Так, 38-45 Би больше пока лимита Но Здесь уже треть сэсэха Две фактурки работают И еще две строицы И плюс один подъехал Грейт уже Чарлик, ты че там? Кто ручиста тут? Подо мной опять Вылезай отсюда Давай-давай Вперед Какие-то странные атаки от Би идут И не знаю Он спешит так сильно Не дерется в итоге циклоны кто там минусуют Вот что называется Неправильно пошел до скорости Как бы и Разрозненно То есть По кускам армии И в итоге Все потерял Просто практически И все Неплохо Вот сейчас кокон неплохо Затанчивал Вот этот вот Конечно Неплохо Так Ну пять фактуров Здесь вроде как Би принимает все Пока просто По лимиту Катастрофически не просел Ну и унитов настроил И можно драться Так 72-60 Даже больше боевого лимита Но Грейды Зеро Грейдо А угу Еще плюс два Подъехало Ребята Ой Тут циклоны Такой Демажатчик Будет выдавать Сейчас Это просто Жесть Круто Просто Улетел Так Так Еще больше И больше Не Ну Би Масится Если бы не все Начальные ошибки Можно было бы нормально Попытаться Подраться Как бы Но Ошибок было много Вы сами Их видели Би больше Но Дапгрейд Лучше У разы У соло У гумиху Простите Искать же Плохо Четвертая база Здесь нет Перспектив Выйти в хайф Особых Тоже нет Рабочих Ждет Ездит Думишь Так Часть Гелик Циклон В бухту Уехала Лимит Уже Равный Стал Конечно Плюс Один Доделалось У Би Но Там То Плюс Три Сейчас Будет Готово Скоро Доделалось просто на Ксилнагу сюда и зайти, походу, всем вперёд. Гелики, я тут сразу сторон. Гелики, хелбаты, сейчас с трёх сторон спускаться будут. Здесь новые циклоны, да плюс три, там 30 секунд где-то остаётся Грейда. Ты атака пошла или нет? Да, пошла атака, Гумич сам вперёд идёт. По юнитам 30 циклонов у Гумиха здесь. Они просто разносят. Роучи вообще разносят. Треведжеры, конечно, да, живут дольше. Но Роучи вообще просто жесть. 10 секунд до апгрейда. Он здесь бой, по-моему, раньше, чем апгрейд. Доделается, кончится. Вот, доделался плюс три. Ну как, плюс три заливают вообще адски вообще. Эти глянем потери в конце. Ну, тиран тоже много потерял, но это юниты, которые теряются. Да, как бы, на самом деле. ГГ, ЛП, ГЛ, ПДБ. Это не танки, которые всё могут убить и сами неврагимы циклоны, в любом случае размениваются. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, другие матчи, я думаю, да, можно постримить позже. Но центральный матч Гуми Ход Солдер надо постримить, я думаю, вот что. Продолжение следует... 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 Так, ну что Кстати, надо мне Картинку взять сия мастерскапа ТСМ готов Вооружен и опасен Улучшение командного центра завершено Так, выбрать файл ОСС, где у нас ОСС? Это вчерашняя запись Надо плюсовать ТСМ готов Так, ну что же Пока телефон в зарядочку тогда Пусть заряжается А мы смотрим Солар Гумич, ребята Тот же самый турнир Корейская пара Наверняка это матч за первое место Навряд ли кто-то с ними сможет конкурировать Вердос и Би уже слили свои матчи Но за выход с третьего, например, места Можно побиться придется С Солом С польским игроком Но он тоже силен и по ММРу Сильнее, чем и Би, и Вердос Так, а здесь Интересно, как в уши идет Четыре хелбата Королеву в наглую Так, хелбаты идут вперед Надо размениваться С собачками Можно попробовать Ворваться на минеральную линию Было бы Кстати говоря, что и пытаются Гумич делать Надо атаковать Только вот Надо контролить хелбатов Ну, третьего отменил Заставил заново Закать Солера Это уже важный момент С Сом, потому что Цеха третья делается Как бы И все в порядке вообще Вот Так Репки Не, репки давно не выкладывал Я, честно Ну, с момента патча Как бы нового Можно выложить В принципе Я все там Тысячу лет обещал Но так и не выложил Вообще Так За оружие будет На ИМ Одноквота Где одноквота На ИМ От Европы Или от чего Вообще там Одноквота Я и не смотрел Ну, на ИМ Там нет для СНГ Отдельных слотов Поэтому Делал такое А так Турниров Да, много Сегодня там ИМ Какой-то Западная Азия Там Типа Там Типа Турция Иран Там Такие страны Прям Ну СНГ страны Некоторые Там Азербайджан Типа Еще там Каких-то Будут Играть А вот Вечером Корсар Кап Думаю Единственное Что можно Постримить Корсар Кап Ну и то Я не знаю Буду сегодня вечером Стримить Или нет Пока Что Ну а АЕМ Нужно Стримить Тут Такие Отборочные Интересные Корейские И европейские Американские Американские Я тоже Стримил Если бы Не разница По часовым По весам Потому что Там Она Адская Просто Так Азбуми Еще Прям Какие Смотрите Играет Полумех Полубио Ну потом Без потерь Без потерь Идет Стриг Билд Атака Точнее Стимпад Заказан Под тайминг 2-2 То есть Уже Сейчас 1-1 Доделается У тиранов И может Смело 2-2 Будет Заказывать Апгрейды Потому что Армори Есть Уже Давным Давно И Вы Видите Будет Гумич 2-2 Заказывать Надо Надо Бараки В рядочек Стоят Ровненько Прям Так 2-2 Грэды Подъехали Интересный Билд Такой Да В смысле Что Там Есть Где Там Есть Так Спасибо Всем За Плюсы Плюсы Это Тр Так, гробчик ровучий был Но везде гумиху справился, ребят Везде все принял Отогнал Здесь интересная стенка 2-2 агрейды набил Вторая атака на танки Стим-щиты сейчас подъедут Бьется как может вообще Ну да А, то есть Как бы кто первое место займет Он прямой слот уже на АЕМ Получит, я так понимаю На наших квалификациях Ну это круто, это круто Жаль, что постримить из игры не получится Ну ладно Идет атака, ребят Ну будем ли стримить, что делать Гумич пришел Хвалил, хвалил Я его билд Солар На Аклике просто 1-1 гидрой А, у него 3 единички Гидролинга Беллинги По единичке у него на все Так, Ак Стрэндж сыграл Записи вконтакте есть И на главной гудгейма Уже тоже спасибо пацанам за плюсики Там 14 было Следовательно она уже появилась На главной гудгейма Сто пудово Вот Гумич бьется против Солара 3-3 надо заказать Броню-то тоже не мешало бы И третью на танк Инферратаку Продолжать матч танк Собирается вообще Гумич Вайпера бы сбить бы Вайпер куда-то летел Летел и отдался Я чуть не понял Зачем он так летел У Гумих его начинает кайтить Сзади гидры очень много идет Надо под нее чуть подальше отступить Вот он демеджа много очень Прям вносит как-то Бараков сколько у Гумих У них 4-4 цехи 5 бараков Вот где косяк И Опа Посмотрите-ка как интересно Био плюс ревена А почему бы и нет Мы посмотрим Как это сейчас будет работать Тут Что нужно От ревена Что у них там есть Этот Каст который юниты Выключает Минус броня И каст на лечение Который юниты Выключает Зергом он практически Бессмысленный Потому что толку Ну ультралов Можно выключать Кстати тоже Как вариант Если ультра есть Вот Но Самое что решать Мне кажется должно Это Бинус броня И на поле боя Парочку еще Вот этих Лечительных дронов Поставил Почему? Глуши Вот этих Медиваки Будут вылечены Их чинить Не надо Вот эту проблему Решается Кстати Тиранам надо Приминать Вообще Я думал Просто Что на Еме Там Это Отборочные К отборочным Общеевропейским Оказалось Вот так Ну Почему бы и нет Вот Начали По уму Делать Отборочные Сейчас Купать Что такое Что на что Грайт Пацаны Скажите Я даже КЗ Вообще Тут Не переводится Типа Вот На эти Ракетки Дальность Пуска По моему Вот По уму Начали делать Не Не Европа И все Там Играют Страны Вообще И проходят Там Только Несколько Игроков Всегда А Разбивать По регионам Чтобы Ну Интересней Будет И зрителям И игрокам Шансов Больше И мотивации Больше Там Да Если будет Отдельно Там Какая Восточная Европа СНГ Допустим Еще Что-то Там Восточную Европу Можно Польшу Хотя Польша Она Восточная Центральная Европа Больше Чем Восточная Поэтому Не надо Польше А то Будет Нам Не пройти Нашим Опять Что Поляков Много Крутых Будет Так 124 200 А вы Говорите Не стримите Этих Пацанов Надо Надо Постримить Было Стенки Тут У гумих Вот Просто Такая Хрень И здесь Можно Пробежать И здесь Еще Проход Есть Так Энергия Ревеном Рейндж Либератор Вторая Броня Уже На Технику Пошла Растянутые Войска У гумих Конечно Очень Жестко Мне кажется Это Опасно Так Делать Выгрузился Пытался Улететь В гумих Улетел Все Так В итоге Тут Вайпер С Медиваком И забрался Гидра Плюс Линги Врываются К Трой Бази Стоит Сколько Это Минус Броня Висит 21 Секунду Она Висит Очень Долго Так Мародеры Бегут Отдельно От всего Не Куда Они Там Бегут Будто Марики Подходить Забегали Типа Шли На Разные Базы На Треть Сейчас Забегает Дос 1 0 Соло Ведет Ну Молодец Молодец Сам Деле Я О По Ультралу Минут Броня Зашла На Сам Деле Я Вообще Не Стал Ирдосу Стримить На самом Деле На Хил Выбесило Немножечко Пусть он Там Играет И не Новый Короче На Я По Повтору Буду Стримить На Себя Попала Минут Броня Так Вот Минут Броня Вы Видите Что С Ультралами Минут Броня Вообще Делают Они Вообще Как Они Мягонькими Становятся Это Сразу Отнимает Грейт Уникальный У них Даже Больше Чем Грейт Грейт Два Дает А Это Минус Три Броня Надеюсь Солар Контур Забегание Делает И Очень Даже Такое Успешное Оно Получается Морики Стимятся Пытаются Вбивать Солар Минус Броню Ультрал Не мешало Б еще Кинуть Зачем Гуми Попалец И в Атаку И дома Вороне Там Пытаются Выдержать Я Не знаю Просрал Все В атаке В обороне Здесь Не так Просто Отбить Ультралы Напрягают Кстати Эта ракетка Еще Дэмэджа Чуть-чуть Наносит Она Только Минус Броню Дает Да 30 Дэмэджа Наносит Ну Все Зассали Караптер Сцеху Новейшую Гумичу Здесь Рабочек Нет Особо Ну Боевого Чуть Больше Конечно Летает Вот Как Я и Говорил Шесть Ревенов Сейчас Построил И Нормально Больше Особо И Не Надо Просили Немножку Гумич Вот Надо Сейчас Миню Лечится И Техника И Земля Достаточно Быстро Эта Хрень Лечит Так Минус Броня Пацанам Своими Только Не надо Попадать Вот Под Нее Немножку Ах Ну не выдержал Гумич 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 Свои Минут Броней Это Из Солора От Прессинга Закатываются Бейлинги Минеральную Линию Здесь Что-то Караптеры Все Разносят В хлам Твор Лечится Смотрите Вот Этой Стучкой Прикольно Скоро Все Живет Очень Долго Сейчас Он Погибнет Видимо Да ГГ И будем Испич Исправимся Немножечко Минус Броня Три Снимает Тридцать Демеджа И В области С Минус Три Брони Делается Демеджа 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, вторая игра. Погнали! Солар играет 17-ю хату Газпул в 3-ю хату по готовности королев. Ну а у Гумича... Так... Газбарак у Рипера в ЦЦ факту был билд. И постфакты переход в Старпорт, лаба там на этом... На бараке. Все вроде в порядке. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, стенка. Попытался у Солар. Мне тоже показалось, вдруг здесь проскачить можно. Стенка полная, ребята, здесь. Здорово всем еще раз. Сегодня рано стрим на часах в 13.00, но вечером тоже, может быть, будет еще стрим, не знаю. Там у нас Корсар Кап, вроде как и там Блайт с Хеллрейзером в группе Д играют. Посмотрим, стримить или нет. А тем временем Гумич с Соларом у нас бьется. Это Бо-2, то есть эта игра в любом случае станет завершающей в этой серии Корейской. О, хорошо тут пытается Гумич. Пожечь, ну Солар, не будь дураком, но с рабочим твой собак тоже развел. Я не знаю, зачем Гумиху пытался вот сюда уехать и типа собак сжечь. Солар все вручную законтролил. Мне кажется, нам было на пофиг ломиться за рабочими и что-то пытаться сжечь. Ну то визжок, что дрона одного, ё-моё, 2 гелика потерял. Смешно вам. Ну в принципе 2 гелика это все потери, которые у Гумич пока были. Опять же играет Бионе в мех. Хотя Гумич и в мех любитель был сыграть всегда. Но сейчас просто от противного, видимо, Гумиху исходит. То есть сейчас все играют в мех, любят и с протцами даже в том числе некоторые тираны. Он поэтому в Био играет с зергами и с протцами. И с протцами, не с тиранами, прошу прощения, конечно же, я оговорился. С протцами любят мех тиран иногда даже сыграть сейчас. Так, ведь СЦ у нас летит. Танк делает залп минус пёс. Ну а здесь минус крейп будет. Сейчас надо сканить, здесь много криптов. Как Гумик пошел-то? Прям наглую наверх, прям агрессивничает. Да, идет агрессивничает. Бейлинги без покатушек, парочку застрелил. Надо улетать далее. Ничего не потерял вообще пока что Гумич. Вот есть где разгрузиться. Есть что подрезать, оверы на муве, правда. Их очень тяжело будет срезать на самом-то деле. Можно попытаться под королеву было разгрузиться. Ой, под оверы, но королевы рядом были как раз-таки. А есть четвертый уже у Совер-Хата. У Гумику пять бараков работает. Продакшн неплохой такой. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа так ну что же полетает гумич харасит по чуть-чуть улетел немножечко дальше и щеннинги у нас получается везде находятся необычная позиция для 4 цех не знаю почему именно так гумик уберет но решил что так лучше будет 156 169 по лимиту выход центр идет по отгрейдом сейчас будет преимущество гумича но тут забегание такое идет напряженная бы сказал чуть собак здесь просто три пачки то есть это сколько там 58 и еще там двенадцать или сколько ну штук 70 собак просто 50 60 собак а прошу прощение надо вот так да вот два написано у меня тут захват рабочего стола не переключил я как из-за переходов между серверами о чем прикол здесь забегание стабильно идут гумич контроля танк переводит туда-сюда мариков разгружает из меди вак а основная группа там центра и не собак здесь отбил гумику достаточно легко и 3-3 грейды заказал молодец а чё то плакал что соло там мр 6700 опять забегание в этот раз даже с бэйнами идет забегание здесь два танка в этот раз есть с танчиками будет уже тяжело как-то убить да отбиваются гумич на 150 на 185 соло в плюсе полиометовый ультра поперло там вовсю уже штамповаться штамповаться то есть хайп уже есть сейчас атаку чисто делает у нас соло а потом доделать и все грейды и остальные и третью броню так танчик сверху бомбит а или это планетарка бомбила это планетарка сама бомбила бля ну чуть-чуть не хватило чтобы на самом деле этот отбить планетарку сейчас гумику ну 176-127 по лимиту в то время на центре тут еще позиция занята у тирана у гумича то есть он дома отбивается от забеганий вот если он стабилизирует забегание все отобьет скопит весь лимит приведет вот сюда та будет уже хорошо короче та уже можно будет давить вполне естественно так что 8477 гумич вперед пошел начал давить еще жестче 3-3 био ультра поэтому не выдерживают у нее броня не полная но уже в любом случае у нее 6 брони не 7 правда единственное то есть пробивают ее мародера малики ультра у этого такой броней ультра с ультральской очередной сбоку еще откуда выходим все равно достаточно долго живут для того чтобы гидраз плюс 2 атак и свои дэмэджа нормального нанесла но такое ощущение у меня что гумич продавил уже почему-то складывается жерго природ разрозненно как-то выходит ну вот ультрал еще один вышел линги вышли не у тирана вот тоже падают и медиваки и био поэтому тяжеловат при этом всем гумику почему-то я понятия не имею почему он медиваков не строит а это для него у меня сейчас чрезвычайно важный посмотрите что это за 4 во первых они дохлые во вторых без энергии вообще так сейчас свет включит погоните ребят не люблю протяну не что-то холодно мне даже носках еще при этом все снег у нас стебает сейчас окно открою пока и закрою в смысле микропроветривание заболел опять что ли не понимаешь реально самочувствие не о чем вообще нет фугаса есть сейчас уже есть тогда может быть не было он уже есть фугаса так цц хосмейна опять перелетает сюда забегания будут все время идти просто все время и и и и и ссорином еще вопера по-руде нормально тяжело что там даже как-то поменитить тяжело прям вот это залипательное время как раз два часа дня где-то так вот ставить пассивно гумишки позицию занял Ну вот не планетарка у тебя. Сделай ты бункер между Газом и ЦЦ-шикой. Его окружить будет тяжело. Надо вот так делать, вплотную. Рабочим не помешает он вообще. Fusion Core. Гастам грейд на энергию. Fusion Core тут оранж-либератором. Опа! Да, сколько-то уже вообще нормально. Тут 12 штук, ничего себе. А я и не видел вообще. А тут Нидус Эдский на мейн пошел. Вот Солар, правильно. Че в лоб-то ломиться? Нидус на мейн пильнул, там заскочил. Где он, кстати, Нидус? Учего там? Ультра-алгедра там сидит. Надо Нидус запукусить. Запукусил Нидус Гумич. Еле успел. В это время забегание ультро-бэйлингами вниз. Вверху он засыхает, а сбежня была. Надеюсь, либераторы сейчас прилетят. Надо снайперить ультру. Че он здесь снайперить? Два ультра-листа как скуста. Королев необходимо тоже снайпернуть бы было бы. Гумич и НИП, зачем ты не скидал? Зачем? Звук ударов на самом деле. Пик-пик и все. Так, ну опять 200-200 начинается дырня. Солвар бегает вокруг. Близко нет, сейчас нормальный вид. Абсолютно. Хорошо фокал тут, кстати, на центре стоит. Глокирую проход. В эллинге заходят. В эллинге, смотрите, как у них молодец. Ну... И снайпер-шоты-то не пойму. Нажны снайпер-шоты, обязательно тирану. Ну так, королеву там заснайперил. Эх, заснайперил, конечно. Вся эта энергия, а такая эффективность. В общем, 175 урона. 5 гумич-центр занял. Рейндж-либератором еще не готов. Скоро будет готов. Зато две брони есть на технику. Одна атака воздушная делается. Вторая вообще. Опять пошел на лома соло. Зумиху не успел. Прирос, приятен типичная ошибка. Стоит, а прирос дома. Так, на дальнюю, на лом базу. Чинит СССР, кстати, не пробьет здесь соло к СССР, к Гумичу. Ну, 104-158. Ой, зелень там как. Заходит зеленка, но вычиниваются. Хараптеры падают. Гумич еле-еле, но выдерживает атаку на свою планетарку. Надо мариками, гастами королевы сбрить отсюда. Вон, прогнать. Что и пытается сделать Гумич. Да сбрит их никто их не прикрывает. Все, сбрил королев 60 на 60 по-боевому. На дальней базе планетарка ставится уже. Ну, и это значит, шансы есть. Надо только кидать мунов. Надо только рабочих восстанавливать. А то как ухода бывать-то будет. Так, а что новенький уход? 9 штучек есть. Вот броня с даньем. Раньше турецком пошел важный грейд. Хотел подрезать барак. Наглый у нас зеркнул. Гумич среагировал. Барак прикрыл. Мулы летят. Ой, да, летят мулы. Орбиталок маловато, я так понимаю. Да, три штуки. Все, да, очень плохо. Макро-ЦЦ-шечку пару не помешало. Почему? Ну, тут придется выбирать между сканами и добычей просто. Вот в чем прикол. При таком-то раскладе. Все, там где-то в ТУ застает. 22 унитон и щелкал за всю игру. А сейчас стоит вообще где-то хрен знает где. Но забегание сюда стабильно. Солор, кстати, делает какие-то... Моряки минус, сверху гасты, что-то там расстреляли. Бэйн Вит, правда, гумитова, нужно убить, вот как Бэллин здорово. И, ем, вы видели, что-то статворилось. Бэйн там дамага на нем столько. Барак новое дело. Здесь гасты, собак на муе встречают, принимают легко. Ну, 150 гумича уже на 193 Солора. Медивак 5 штук. Есть энергия. Да, энергия есть вроде как. Чоп не мешал добавить медиваков, что гумиху и делает. Понял, что не мешало. Не мешает совсем. Так, ну Солора 80 дронов. Здесь, видите, кишмя кишит. Он уже седьмую базу занял. Вот эту вот. Это уже база, в принципе, центральная, за которую бой может идти. Так, у Солора бруды, ребята. Пытается гумич снайперить. Получает микоз. От снайперить брудов, когда по земле столько много юнитов, крайне сложно. Нужно хоть что-то воздушное выдать. Так, забегание бэйнов тут гумича сбивает. Бэйнов гастов заходит. Ну, гасты живут. Гумич решил уже вперед пойти брудов прогнать. Ну, брудов надо снайперить, конечно. Часть от снайперил, суки, гумич. Но на всех не хватает энергии, чтобы снайпернуть. Все, абсолютно. Инвиз попер. Да вон же они висят снайперить же, ты их сверху. Дружок, куда-то через оклик дерется. Да есть энергия, я слышу. Даже можно дэмэджем прокликать было брудов. Гумич в итоге прокликал и дэмэджем. И все, от снайперил еще. Гасты, энергия у них кончается. Чрезвычайно быстро. Надо свалить этими ценнейшими юнитами за Био обыкновенное. Чтобы они жили. Но здесь зато есть добыча. 50 рабочих есть. И по боевому гумич плюсе. Нужно медиваки восстанавливать. Нужно Био подстраивать просто и все. Смотрите, разобрал в итоге. Ну и снайпернул. Отфокусил брудов. Молодец. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, очередной налом от Солора идет. Лимиты крайне близкие, кстати, здесь. Причем у Солора-то боевой близкие. А Караптеры-то они, когда земля кончается, вообще бесполезно становятся. Их маленькие гасты разнесут просто нафиг. По 4 гаста и не только в гасты строятся у гумича. Нужны медиваки. Нужно как можно больше медиваков. Почему мы по 3 строим? Газа не хватает, похоже. Может, по 4 строим сейчас. Так, сбегания напрягают постоянно Солоровские собачьи. Вот база дальняя. Вот сюда бы 2 гаста привезти бы и вообще неплохо было бы. Опа, ядерки пошли. Но Солор внимателен видит, куда они падают. Ну, хокон там с личинками минуснется, по крайней мере. Еще и откатил дронов гумича. Ну, это уже не жилец этот ГОСБУ, в принципе, да? Поэтому все норм. Нужно еще выйти, кинуть сюда ядерку. Надо одновременно сюда кидать, туда. Ну, ГОСАкадемия одна, я думаю, гумич так заказал просто. Так, опять забегание идет. Вот напряг. Вот это то, что тирану всегда сложно отбивать. Тем более, когда нет прирост, тут депухи начинают падать. Здесь гумику на дальней отступают под планетарку. Вынужден очень много био отвезти. Так, еле-еле гумич отбился. ЦЦ Ханова есть инфесторов. Принимается, принимается. Настолько много стима, что медиваки вылечить все не успевают. Их пять штук, но они без энергии вообще. И дроп сразу пошел на дальнюю базу. Но Солар понимает, куда дроп идет. И гумику чрезвычайно рискованное действие здесь предпринимает. Почему? Да потому что, черт побери, здесь есть караптеры и можно отсюда не уйти просто. Табак принимает бейлинги. Подходит, здесь все демедженное в хлам просто. Прирост идет уже сюда, видимо. Гумич сплетится против бейлинга лингов. Прирост, только прирост его спасает. Если бы не прирост, там все бы погибло бы, скорее всего. С тылу несколько маленьких осталось. Гвозд сражается, как просто боевик какой-то. Один там сзади всех расстреливает. Его сгрызают за этой линги. Гумич очередной раз сплетится. 85, 112 племет, 48, 36 по боевому. Солару не хватает собак. Если эта хата упадет, то он может проиграть. Где-то кто-то здесь эту хату выпилил, я вообще не заметил. Все, у Солара добычи-то не остается. У гумик у рабочих меньше, у него добычи есть. А кто вот эту хату убил? Я проморгал, ребят, или я показывал. Реально мне что-то сейчас тут убрало. Сегодня планировал поспать хотя бы часов... Ну, не хотя бы, а 8, а поспал 6, блин, из-за некоторых обстоятельств. Вот, и мне тяжело реально, как бы, я... Засыпаю какие-то моменты. Так, ну такая напряжометр, я бы сказал, а не игра. 55, 35 по лимиту. Гумич идет последнюю цеху занимать и не давать Солару эту базу. Заново занять и качать. Здесь дистанц майнинг по всем направлениям у Солара. У него уже вообще тут, кроме вот этой базы, и здесь огрызков каких-то не осталось ничего. Вердос Сана 1-0 повел. Молодец. Ну, надо, я Вердос 3дб хочу. Постремись еще потом. Так, а Раптора в Гумич загонял. Вердос на 106, Зерга все еще больше. По лимиту у него рабочих просто два раза больше. 37 на 75, ребят. Так, чтобы его у Гумича все-таки побольше. Ну, марики против ультрала. Прохладно, Гумич кайтит. Тут как бог молодой, не давая ультралу даже взмахнуть своими клешнями. Но здесь добыча-то позбивается в итоге. Юниты идут вперед. Мародеры есть. Три мародера, 21 марик. Где они все? Да вот они идут по дороге отсюда, как бы. Ему еще нужно дойти. Это же не просто тиранчик. Он не может ворфануть вперед. У него нет крипа, на котором собаки 9 скорость имеют. Ну, все, из дома медленно идет, спокойно. Но ультрал падает. Против лимгов вообще можно сражаться. Здесь Гумич еще будет. Сопудняк. Лейлингов покуснул. Мародером причем. Смотрите, одним мародером покуснул второго бейлинга. Пробивает. Доллара. ГГ. Вот эта игра. Люблю такие игры я. Мясище и такое бескомпромиссное еще. Мясище просто. Что? Так. Я просто умал сулгумиху будет. Так. Пора. А, Рдус на корейкости бьется-то, да? Бляха-муха не успел. Мне ни минуту вон там в игре. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Не понимаю я Так я через пару минут подойду Технический перерыв Кто там бэк А овердос пришел Сыграл уже что ли Так ну овердос уже 2 их выиграла Я смотрю Гумиш ЦАН Короче 10 минут овердоса есть Я овердос B буду сейчас стримить дальше Потому что это четвертый матч Больше здесь нечего стримить пока что Так все Я отписал Сейчас приду ребят Погодите вообще Так Все Дождите секундочку Так 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 Продолжение следует... 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 К соулу, точнее. Если у них будет игры, к ним прыгну еще. Но если нет, то тогда к вердосу получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходится на этом турике иногда подождать. Продолжение следует... 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 Так, пришел Solar и что-то сдается он. А что он сдается-то, я чуть не понял. Soul, точнее, а не Solar. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, плачет Soul, что у него пинг высокий. Оказывается. Так, ну гумич ведет 1-0, как вы понимаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не понял, как у Soul из Польши может быть 200 пинг на Америке, у меня 130 пинг из Пскова, не знаю. Хотя у нас он крутой в России, на самом деле, один из самых крутых в мире сейчас считается. Могу подтвердить, что последние годы он стал просто отличным. Иногда бывает, когда, например, месячная сессия кончается, вот тогда... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, в общем-то оба играют через два газа, товарищи. Через фактурку Reapered. Reapered. Газ-барак. Reapered. Сборщика газ-барак. Reapered. Второй газ-фактурка. Там и там. Естественно, будет Starport по этим билдам заказан. Там и там. Возможен какой-то пуш, скорее всего. Так, реклама PLO. Помните про отблоки. Поддерживайте по возможности. Вот. По разным там направлениям. Премиумы, кстати говоря. Да, чуть кончились там у многих. Ну, будут еще турниры. В любом случае, до Нового Года много всего будет, ребята. Это будет и отборочные EMA. И будут... Вот этот турнир будет War de Invitation. Будет ГГ Года отборочный. И сам ГГ Года перед самым Новым Годом. 29-30-го вроде. У нас там по плану плей-офф, я насколько помню. Вот. Будет интересно. Ну что же. Принял Reaper, а ГГУМ еще соул. Сейчас будет Медивахт. Валетит дропчик. 4 марика Циклон. А в это время строится... Оу. Батлкрузер, что ли, фастбатл... Батлкрузер, походу, у нас тут билдец. Или что это? Да, смотрите-ка, батлкрузер пошел у соула. Пролетает мимо циклонов ГУМ еще. Ну, кстати, если этот дроп выживет, то можно попытаться батлкрузером плюс дропом что-то сделать здесь. Конченный контроль. Надо циклоны первым дропать, потом мариков просто тупо... Сул делает как-то по-другому. Минус Медивахт в итоге. Это ГГ, ребята. Ну, он сказал, что не будет играть на самом деле, сильно напрягаться. Размылся, что пинг у него 200. Прям дичь-то какая, 200 пинг. Не знаю, раньше на Америке играли, а отборочные еще в воле. Ну, ладно. Тупо. Ну, ладно. Ну, ладно. Давайте-то, ладно. Порой... ... Ну, в общем, гомич не стал, церемонится, прилетел. Здесь батлкрузер, конечно, напрягает, летает 11 юнитов, что уже забралось с батлкрузером, то надо туретку убивать, причем не рабочего, а саму туретку было. Она сейчас достроится и собьет батлкрузера с лучникой. А в наружном запуске ядерной ракеты, это кто пускает? Кто пускает? Там же он на себя и пускает. Гост, вон, видите, здесь атакуют, он просветился. Ну что, твердосня против 3дб будет играть сейчас. Ну что, твердосня. Так. Так, какая Америка-то, я только что на ней был, да, чё. Ща на евро зайдём. Здесь хоть пинку, не надо менять ничего. АНДЕ.ВРН поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, поменьше политической трескотни, поменьше интеллигентских рассуждений, поближе к жизни. С.Владимир Ильич Ленин. Спасибо, Энди, хорошо сказано. Это точно. Так, АОТ и 3DB, АОТ и Азулис. Спасибо всем ещё раз, ребят. Так, в общем. Рекламанчик пильну. Это всё на Ютуб было уже дело. то, что мы сейчас смотрим. Всё, всё здесь оказывается. Так, Энвайт пошёл. Отлично. Так, Энвайт пошёл. Отлично. Да. Так, в общем. Так, просто. Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Всё, всё. Всё, всё. всё, всё. Всё. Ну что, ребят, еще раз всех приветствую. Погнали у нас в следующая игра. А именно, Би против Вердоса. Ну а потом Вердос, кстати, с Гумиху сыграет заключительный тур Бессоулом. Не знаю, что стримить, я думаю, что вышел Вердос Гумиху постримить. Ну что, вдруг Вердос там карту пронит, а жмет или что-нибудь еще там произойдет интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, стеночку Вердос. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не знаю, правда, понятно ли это Вердосу. Ну да, понятно, где примерно Овер находится. Проверяет, вот он летит, нашел. Тут есть Овера. Сбивает второго, там Лэйр, рабочих бис строит. Правда, остается пока. Ну, стандартное отставание от Протаса, кстати, это и в Голе было, и в Ходсе везде это было. Благодаря обухтам! Ну, Протасы впереди на стадии той самой ранней, просто потом уже роговолнами рабочие прирастают все больше и больше и становятся, и как бы обгоняют он сильно уже в итоге. Так, ну, Феникса Вердос одного на Хараси потерял, но летает, продолжает здесь Хараси. Королевы перемещают, Фениксов прогонять, и, ну, в итоге ничего и больше. Вердос не подрезал, что у него там вообще? Три дрона, Овера в парочку. Лингов, те, что вначале были срезаны. Ну и строит третий Никс, как вы видите. А, уже Колосс строится, вот интересно. Колосс, Твой Лать пока нет, то есть в ранних Колоссах достаточно через Фениксов. Понимаешь, что Зерк не выйдет при этом билде в мутку против Фениксов, но это глупо, Фея в мутку выходить. Вердос пилит Колоссов, а здесь крестда Гидроден. И все хорошо. Вердос-то в итоге. Вердос на Весге показал, что ЗВЗ, ой, ПВЗ, он умеет играть, проблемы с тиранами у него были, но... Это обсерверт, такие звуки я издаю, слышите? Угу. Тоб зачем ему здесь раскладывать, почему не разложить где-нибудь здесь? Че он здесь наблюдает? Звук отсюда и сюда. Здесь-то вообще ничего не видно в этом направлении. Здесь даже если морфится что-то будет. Или спрятано. Так. Пришляющее, Вердоса. Три старгейтау, Вердоса. Вот так. Все новое, хорошо забытое, старое, по принципу, Вердос играет. Грелка Колосса просто. Такой микс был еще в воле или в отсе, я не помню. Где у нас был такой микс? Зерки плакали что-то сильно. Ну, грамотные зерки все выигрывали, это дело. Вышкрелка Колосса, ну, это, конечно, сильно достаточно. Но, контриться может. Ультра с гидрой, там, и т.д. Там, и зеленка, вайпер, всякая. Разная тема может быть. Либо просто маскараптер. Совершенно. А они могут и Грелок, и Колосса сблить. А прирост гейтовый, ну, при вот таком билде, он не слишком большой укротся. Хотя, вот сейчас Вердос еще два гейта добавил, у него шесть гейтов будет. Ну, грейдения суперкрутые, там, и... Можно, короче, бить 64-66 по рабочим. Би отстает. Ну, вот у него четвертая база сейчас будет готова. Ботаники поддержал ваш канал на 777 рублей. Спасибо, спасибо, ботаники. Большое. Вижу, стал заходить, а тут уже долго не было. Сейчас. Последнее время. Вот. Вот вместо этих лингов лучше бы би рабочих подстроил. Почему? Ну, что такое за 60 рабочих на четырех базах? Тут на 75 где-то дронов и четвертую раскачиваю, и уже тогда хайф окупится просто на ура. Четыре вайпера. Кстати, вайперы тоже могут законтрить это все. Таким образом, там, колоссов притянул, зеленку в грелочек кинулся. Зеленка колоссов не ждет. Никто не шарит. Воздушная зеленка, я имею в виду. Почему спрашиваю? Потому что по ним же туретки-то спорки стебают. Почему тут сплошом бы нежбовая зеленка? Скидать в них, может, и нельзя ее, как бы, ну... Наверное, не ждет, скорее всего, перебором, кажется. Королева успешно создана. Войска роя атакованы. Войска роя атакованы. Так, 200 би, ребят. Гидра, линга, бейлинги, вайперы. Все поломилось вперед. Грейды нолики. Вот что мешает мне по зергу? Поставить один эволюшн, просто сделать хотя бы гидре атаку. У би вообще даже эволюшна нет вообще. Здорово. Телес-то что продолжение вчерашнего? Я чуть не понял. А, ОСС вчера, да, со Стрэнджем. Ну, это тот же турнир, да, но... Другая группа. Я не понимаю, что Би бегает. Ему пора драться. Он проморгал тайминг весь. Смотрите, вот что он стоит здесь? Просрал весь тайминг, короче, гряд. А вот это что такое? Зачем? Ничего себе. Что за бред-то? А, чтоб зафидбэчить было тяжелее, вайперы. Привет. Пошла атака, на притягивать фидбэк пошли. Колоса 2 бит притянул. Неплохо гидролинги зашли, я смотрю. С чейзлингами засрал, все. Колосик всего один, бейлинги катятся вперед. 10 гидралов, заказки. И 10 гидралов. Сейчас собак штук 50 сюда заказать просто. И все было к норму. Но вердос пожег, короче. Ну, долго стоял. Грейды нули. Ну, как долго стоял. Нахрен здесь эти уверсиры. Просто одним бы проверил, что здесь происходит. Прилетел бы и пробил бы. Уже там не было вердоса 200. Лимита даже близко вообще. Ну, меня больше всего беспокоит. Конечно, очень быстро вышел. Достаточно быстро в 200 свайперами бы вышел. Но можно сделать абсолютно тот же тайминг. Может, даже лучше. Ну, лучше я не буду играть. Понятно, все можно лучше сделать, лучше играть. Вот. Но можно сделать тот же тайминг, но с плюс 2 гидрой, например. Или с плюс 2 оптусы бейлинги взрывали. Лучше гидры, конечно, плюс 2 делать. Потому что она останется здесь. То есть линга бейлинги взорвутся, а гидра останется разваливать все оставшиеся у прокса. Причем, по-моему, Би мог даже зеленку какую-нибудь там поставить одну. Ну, просто если пропс внимательный, оверсиры не прикроют вайперов от фидбэка. Там можно высыпать юниты и прокликать правильно. Все равно, что вердосы сделал, он прокликал большую часть вайперов. Там 2 осталось только. А, 2 упало. Ну, половину, точнее, не большую часть. Гарри же, мазершей, бовердосы. Затягивает игру. Ну, а что? Отбился и нормально. Хотя мук уйти, уже убить давным-давно, опанит своего. Так, подарены и зилки, но это, ну, считай, лимит вердосу освобождает больше. Хотя зилоков новых варкать зачем-то. Зачем? А, ну, с другой стороны, чтобы забежать. И уже чисто оставляет самый мощный лимит. То есть по земле это архоны и имморталы, повоз и воздух. Так, гурки. Так, уверсируй, чтобы вайперов сложнее было отфигачить. Ты, конечно, почти гениальный, но ты стрим-то смотришь вообще, и мне интересно на вопрос этот. Так, больше стало вайперов. Шесть штук, но лимита меньше. 200 теперь проц, а зерга 180. Говна накакал чендлинговского сейчас. У нас би. Больше такого количества уже силы. Почему бы и не накладить бы. Так, наука Аэро и призму. Вирдос, вердосу бит. Из пыла тут притянул. Мазершип надо выцеплять, иначе беда. Но тут штормы, тут колоссы. Би не может вайперами ничего постануть. В итоге просто разгромал и... Ой, какой фаршный состав. Вторую карту ждем. Так, пока время есть здесь, тогда. Еще ботаникея, топчик один пока что. Пока что топ один. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, выходим. Что-то там другой пост. В общем-то... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал 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 DimaTorzok. Добрый! Крито сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добрый! Добрый умный лезвит. Добрый, они милые. Идобрый, парни там, в чем важно. Надоlength... как вообще и и и и так Ну, вторая карта у нас Блэк Пинкона называется. Вердоса Твайлайт, 3 гейта, роботик и глефы делают с адептом. Ну, можно с 3 гейтов в общем-то варпануть адептов. Сейчас будет 6 их, как бы, когда варпанет Вердос всех. Вот, потом еще 3 будет 9, 8 там пойти, 1 оставить в рампе, например, как бы, на глефах. А, Вердос уже 5 пошел. Вот, на глефах. Так, и выйти в 3 гейт, либо добавить гейтов, вообще заулынить можно. Ну что, пришел Вердос, но пощелкал лицом. Ну, там адепты, точнее, лицом пощелкали рядом со второй базой Би. И в итоге Вердос передумал, что-то там делать, как бы, залетать. Вот вы видите, что делает Би в итоге. Так, линго-беллинги вперед идут. Кстати, линго-беллингов-то много достаточно. За ними следует гидроден и покатушки делаются. Интересный момент, вообще. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Это вообще здесь... Вообще должен был сообразить. Так, часть линго-беллингов сверху заходить пытается. Би заходит. Частью. Частью линго-беллингов. Все, пошла атака. Бейны сверху очень успевают подойти. Несинхронизировано Вердос заходит вообще. Беллинги взрываются. Часть докатывается. Но незначительная часть докатилась только этих юнитов. Беллингов, я имею в виду. Силдый Вердос поставил достойно, в принципе. И отбился. Беллинги взрываются. И отбился. Так. 113.85. Ребят, ну здесь все ясно. просто я не знаю, что Вердос будет делать. То есть, если он сейчас вперёд пойдёт, то всё ясно. Если сидеть будет, то ещё не ясно. Но Вердос идёт вперёд, он понимает, что дать Зергу время, это дать построить рабочих и дать возможность потом за счёт этих рабочих и боевого лимита настроить немного. Кстати, у Вердоса колосс какой-то фейковый здесь, без рейнджа. Ой, без грейдана. Но он, в принципе, сейчас колосс и так всеми рейнджами, он и так самый дальнобойный здесь юнит дальнобойный из всех получается. Приходит Вердос на третью. Призма перелетает чуть дальше. Би, конечно, пытается всё тут наморфить, попытаться подраться, но здесь слишком много Вердоса и слишком мало Би. ГГВП, пищи, да? Вердос 2-0, но Вердос уже практически обеспечил все выходы из группы, кстати. Он выиграл, он проиграл Солару, получается, но он выиграл всех остальных трёх. По 2-0. Молодец, в общем. Продолжение следует... 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 Часть как здесь спускается, и часть здесь, а здесь контроллер просто... Ну, зато видно, что МГМХУ мейн не использовал полностью как бы под здание. Иван, а не кто-то кривой или нет вообще, ребят? Такое ощущение, что-то кривенько он как-то стоит, нет? Не сильно, но криво. Десять гиитов скоро овердоса будет. Я что-то заморочился как-то. Ну, пока мы не увидим здесь базу, я не пойму кое-кому точно. Ну, кто-то поймет наверняка. Так, что это, МГМХУ? Я хотел сейчас чуть-чуть качать. Рабочих меньше, чем у ГУМХУ. Смотрите на лимит. 149, 150 тирана, просто 112. Без боя вообще, без боя. Потерь в этой игре вот. 2-1 у тирана заказано. Рост тоже. Поля. Очень интересная масса архонов собирается добавлять. Не, ну, архоны хорошо зайдут против циклонов, конечно же. Почему? Потому что архоны и Мортл, они жирные очень юниты, как бы, нормально все будет. Великов, да, которые вперед ломятся, конечно, надо подрезать стараться здесь вердосу. Зачем ему вылазить и самому пытаться подраться с тираном, я вообще не знаю, если честно. Сиди спокойно себе, развивайся. Куда ты прешь вообще? Так, здесь вердос наварпил нормально. Ну, посмотрите, вот, например, какой, посмотрите сколько. Энергии полным-полно вообще. Грейды не бустится, ничего не бустится. Вот это косяк стопудовый у вердоса. Настроил много вообще. Да, у гуми еще вот как он стоит, вердоса криво. Да, некто криво поставил. Как можно умудриться так делать? Пошел лоб зря вот сюда. Зашел бы сверху. Зашел бы. Какая у гуми? Знаете, как у это кучно стоят? Какая у гуми вверху позиция? Просто жесть. Ну, элегантный, элегантный оклик вперед. Не прокатило. Тут идеально тиран дрался. Идеальнейший, я бы сказал, дрался тиран. Зайди наверх просто. Вот сюда ломонись. Вот так же просто. И все нормально. Гуми, конечно, переразложил бы танки. Но вообще, не пустив иллюзию вперед или отцом не подсветив вот это, я вообще не знаю как с этим драться. Здесь уже, кстати, и МП построил гуми еще. А ведь хорошая ситуация в этой игре была. Делай просто дальше грейды. Дерись, наверное, разменивайся нормально. Призмой, может быть, на мейн попытаться залететь вообще. Инкамо уменьшен искусственно из-за этого вот нектуса вообще. Так, 3-2 там брейдил. Гуми Хувердос только третью атаку заказывает. Вступает сюда, к новому строящейся бать. Опять 160 на вархову лимита. Вот нельзя так, почему с мехтираном так в лоб нельзя драться? Потому что он эффективно подерется. Либо сюда атаковать и на мейн призма и то лучше было бы. Либо часть юнитов через верзу хайдить. Но при этом всем вердос Гуми Хувердос разбирает дома. Вот это да. Молодец. Это еще шанс для него. Для вердоса имею ввиду. Восемь пробочек. Ну здесь планетарка, здесь уже не пробить. Гасты, гелики, танки. 3-2 драйды Гуми Хувердос лучше делать. Учитывая этот крутой бой вердоса, просто делал бы если в грейды, сейчас вообще к норме могло все быть. И МП будет. Что, энергия здесь? Да, нет энергии на еще одно МП. Надо свалить по этому. Еще Архон 4, потому что 44-124 по лимиту. 72 пробки. Еще несколько подстроил сюда вот на дальней базы. Ну и у Гуми Хувердос 5 танков всего. Это очень мало. Сейчас просто под варк еще Архонов прийти просто планетарку убить. Ну вот сюда опять лезть, но это будет такой ошибкой. Кстати, здесь идеально его поставить. Нельзя сюда вот именно лезть ни в коем случае. И в микс надо больше сталкеров брать, а не зелков. Сейчас уже стараться сталкеров сделать. Блинк то есть, то есть можно переблинкнуть. Сейчас как-то вблинкнуться куда надо. Отблинкнуться, если надо. Так, 78-56 опять Эвердос на варкал. Тут что-то немерено вообще всего. Ну а Гуми Хувердос уедет Эвердосу выпиливать нижнюю базу. А, я сюда сталкер бурфануть просто. Иди сделай-то гелики, разваливаться к вам. Так, Эвердос решил раз геликов нет, можно наверх пойти. Сейчас, кстати, призма пролетела внутрь. Гасты ее минус нули. Неприятно. Но архонные зелки продолжают здесь бомбить все. Кстати, даже тут разобрали часть юнитов Эвердос. Все цельщики пробревают. 129-99. Куда я побежал-то? Да ничего нет, взял, убежал. Здесь вообще ничего нет, кроме четырех дохлых гастов. А поверьте мне, когда тиран играет мех, гасты это... Ну вот, чтоб в лоб драться, это бесполезный юнит. А он только может ЕМП кинуть, ведь у них 0-0 грейды. Ну че ушел сейчас, Вердос? Я хер знаю, с чего он ушел, куда он ушел, зачем он ушел. Просто приди, пробей... Ну то есть, армия здесь стоит, он все видит. То есть, отсюда оттянулся, сюда встал, сбрил депохи, цеху прогнал, он взял, полностью ушел. АПМ 408 в среднем. 408. А еще архоны пошли. Здесь только ЕМП, что архоны могут скоро бесполезными стать. Зря, кстати, Гумич не делает на био грейды. Потому что если бы сделал, мы могли бы гасты порешать даже дэмэджем своим здесь уже. Все, идет атака. Много эморфлых, много архонов. Надо просто взять пару юнитов крутых каких-то, сюда дропнуть, делков варпануть, и между базами вот отсюда зайти в тыл этой армии. Все. Сверху базы Вердоса, они их ничего не знают абсолютно. Вот сейчас вот он сенсорку увидел. Надо идти сюда, только не стоять вообще на месте, вот самое главное. Сталкеры добавляются. Смотрите-ка, Вердос может сейчас Гуми еще на изичах выиграть. Только вот грейды перестал он делать, сделал три атаки и все. Пошла атака и сюда. Вердос речь, что у Гуми еще много танчиков. Рабочих стоит тоже. Зачем забирать 20 плюс рабочих? Надо отступить. Подумал, я должен что-то еще здесь сделать. И МП по архонам идет. На гастов сейчас убить, отойти от Ригенеца просто и все, Вердоса по-моему. Вот просто отрегенить поля, там нет больше ЕМП. Просто походить, все без полей, сейчас такое регенище начнется жесткий. Зачем до этого момента драться-то? Ну вот сейчас уже можно начать, что сам Тиран предлагает бой. Ну а что он сделает здесь против Морфу в чистом поле? Это минус Гуми по-похоже. Вердос доказывает, что... Надо немножко в Родстов резануть, что ли, или что тут? Так ведь из первого места можно выйти. А почему бы и нет? Ура! 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 Продолжение следует... 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 Так, что максимально секретно должно быть? Не понял я. Так, Двагелик и Марик, Гуми, Вирдос опять блин пошел, опять такой же билд, со стеночкой, кстати говоря, в этот раз, а почему бы и нет? И че, Вирдос не телепортнулся сюда, надо к рабочим будет телепортироваться, взял адепт, просрал кто-то непонятно чего. Я-то на месте Вирдоса просто какой-нибудь блин кулым бы сейчас бомбанул бы, а че, на самом деле они сейчас очень сильные. Ну, если Вирдос уверен в своей вот игре лайтовой, как прошлой, то лучше то играть как прошлый раз. Почему? Потому что, на самом деле, на самом деле, эта карта решит все. Если Вирдос выйдет с первого места, то, видите, как сегодня Вирдос ныл, 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 а сам с первого места почти выходит. То есть, если он выйдет с первого места, то он-то сразу в топ-8 попадет, как бы, а не вро-12 будет играть сейчас, например, с рейндж. С рейндж вчера второе место занял, напомню. Опа, пришли гелики, рипер. Пытаются заехать, Вирдос вообще не видит. А-а-а, здесь два марика на мэне. Здесь пробки вперед идут. Восемь уже минус. Приятного мало, и что же сейчас происходит. Надо минуснуть минку обязательно. А все минусовать! Че Вирдос делает-то? Минка же здесь вкопана! Он просто не видит ее, блин. Вот она сейчас за кдшит. Ей стрельнет, скорее всего. А когда вот она перезарядилась, она, интересно, мгновенно невидимой становится? Или нужно все-таки пару секундочек? Так, здесь сталкер вперед. Не надо так. Опасно, опасно, Вирдос. Сделаем. Ну, сталкеров-то все больше и больше. Не надо бояться, не надо стесняться. Ну, здесь второй танк. К сожалению, с ним ничего не сделать будет, со вторым танком. Можно подрезать первый, уйти за газ туда. И попытаться отсюда понапрягать. Почему бы и нет. Попалет в самолет. Там и так все секретно. Что необходимо. Документацию по двигателю никто не даст тебе. Все остальное, значит, можно показывать. Так, ну все. Вирдос решил не ломиться дальше. Выходит в Руба Бэй Чарж. Колоссы будут, что ли? И колоссы зачем против Мирса? Хотя, если халбаты у тирана будут, колоссы помогут. Плюс вот это говнецо. Марики, которые живы до сих пор. Они в каком-то выходе могут участвовать, например. Можно минуту. Так, Манша прилетает. Старейка далековаться. Старейка, к сожалению. Манша 6 пробок умудрилась убить. Ёмо. Вирдосу. Придется двух баз, похоже, улынить в данной игре. Иначе я вообще не знаю, как тут проривать. Сейчас будет двигаться. Ловите какая-то. Сейчас надо забегать на Руба. Здесь есть один плюс. Идем раз, приклюнула добавлять не足идат. Все равно для этого до сих пор не eligió kara. Так, здесь третий 46-57 по лимиту Колоссы делают, всё делается Вердос, кажется, подумал, что Гумиху не в мех играет, а в био А здесь мех стандартный абсолютно В общем-то, идёт Пошли архивы Темпларов, граиды, конечно же Не нужны, зачем граиды, действительно И так юнит это сильное Наконец-то Вердос подумал Блин, юниты Не слабые у меня, а сильные Можно без грейдов играть Сколько гейтов у Вердоса? 7, 8-ой делает, гейтов много достаточно Боевой лимит копится Здесь Колоссы выходят Без рейнджа, правда, он сейчас второй Только-только выйдет ещё И Мортвый может заказать после Призму Вердос заказывает Пошла атака, подлавливает Гумиху, кстати, на муве Вердос Неплохо, но как же колбаты Унижают дивы, это что-то с чем-то Без архонов, к сожалению Голые зилаты против колбатов Вы видели, что с ними происходит А были бы архоны, может что-то Та и получилось бы у Вердоса, не знаю Минус сентря Ну сентрей против меха Они не то, что не нужны, но они не супер сильно решают Поспешил Людей насмешил, ведь архивы темпларов Были уже готовы Надо было просто Гумиху испугать, рассиджился Отступить То есть зилатов держим сзади Колоссами подошел со сталкерами Жахнул маленечко И ждешь потом, пока архоны подморкутся Либераторы лечатся лечительными дронами Этими, очень стильно И очень хорошо они лечатся Хелбатов не пробить А их дрон лечатся, эти хелбатов? Блин, не проверить-то, да? Сейчас либератор починится Хелбат 1А Здесь еще и реверность нет Будут они лечить, походу На ревена, да, приоритет у него на ценных юнитов более как бы идет Просто интересно, вот эта синяя хрень и медивакская зеленая Мы такую видим с хелбатом Вот сейчас, смотри, смотри, смотри Да, смотрите, лечат Вот эту, да То есть хелбаты двойное лечение имит Дроп, ну вторую пренеприятнейший дроп просто Вердос понял, что пора кликом вперед идти Пошел И отдается, конечно же Здесь он Греди 0 Недостаточно юнитов ГГ К сожалению, первое место Вердос не займет Ну, это был бы перебор, наверное Если бы Вердос сейчас гумаху 2-0 убил Но я Я только за, если бы так произошло на самом деле Вот, но Но Ситуация какая Вердос выходит с второго места, как и вчера Стрэндж, чем его и поздравляю Гумаху первое занимает Погодите, а Солар какой? Или третье Вердос все-таки занимает? А Солар у нас как? А, нет, Солар, Вердос третье выходит, наверное Все-таки Да, Вердос третье Гумич второе А, Солар 1-1 Солом сыграл У Солара, короче так Солара 2-0 3-1 5-1 6-2 у Солара 8-2 у Солара Вердос 7-3 У Гумиха тоже 8-2 А будет Так, переигровка Что ли, должна быть с Гумичем у него или нет? Они еще 1-1 сыграли Так, Гумиха 3-1 5-1 7-1 7-1 8-2 Так, давайте-ка посчитаем Ваще-то у них одинаково Солара 2-0 8-2 9-1 10-2 10-4 10-3 10-21 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...